4,5 миллиона тенге. В такую сумму городу обошлась установка контейнерных площадок. Стоимость одной порядка 500 тысяч тенге. Но коммунальщики уверены, бюджетные деньги потрачены не зря. Мусорные площадки, состоящие из шести контейнеров, ограждения и фундамента, помогут придать двору эстетический вид. Эти девять контейнерных площадок были установлены во дворах, где есть ежедневный вывоз, уборка прилегающей территории, где есть юридическая форма управления, то есть где мусор не жгется, потому что в дальнейшем, вот сейчас контейнерные площадки установлены, контейнера установлены, вот, они будут по договору передаваться на обслуживание в КСК. Проектировали контейнерные площадки так, чтобы при сильном ветре мусор не разлетался. Здесь предусмотрен отдельный вход для жителей. Кроме того, часть площадки раскладывается для удобного подъезда мусоровоза. Но подъехать к площадке непросто. Местные автомобилисты стали парковать на благоустроенной территории свои автомобили. Часто у нас машины по вывозу ТБО, предприятия «Услугодатель» просто не могут подъехать к контейнерной площадке. Паркуют машины, припарковывают. Вот сейчас машина стояла, то есть она просто закрыла вход для жителей. Очень бы хотелось обратиться к водителям, вот, чтобы мы не писали уже заявление в органы внутренних дел. Жители района воевать с нерадивыми парковщиками не стали и быстро нашли выход. Говорят, складировать мусор на автомобили будут до тех пор, пока их владельцы не перестанут заграждать путь к контейнерам. Если бы не этот нюанс, проект жилищной инспекции можно считать удачным. Многие новшества уже оценили. Мне вот нравится то, что там вот сделали, можно зайти, а то уже вот так все накидано. Тоже опять мусора полно, не подойти, все бросают везде вот так. А сейчас мне вот это вот нравится. Зашли аккуратненько, чистенько там все, прибирают дворники. По словам чиновников, в случае, если контейнерные площадки оправдают себя, то проект по их установке будет продолжен. И, возможно, уже в следующем году контейнерные площадки установят в каждом дворе. Искандр Байкенов, Дмитрий Полянов, Новости Тимиртау.